Подводная рыбалка – любимое хобби для многих смолян. Но с началом весны лед на водоемах области начинает таять. И выход на него может быть опасным для жизни. Еженедельно на патрулирование водных объектов Смоленска и Смоленского района выезжают сотрудники МЧС. Их основная задача – предупредить рыбаков об опасности и постараться предотвратить возможную трагедию. Главной нашей задачей является обеспечение безопасностью людей на водных объектах в пределах своей компетенции. Сейчас мы измеряем толщину льда на водоеме, проведем беседы с рыбаками и отдыхающими, раздадим листовки и расскажем, как правильно себя вести на водоеме в период оттепеля. В начале любого рейда сотрудники МЧС измеряют толщину льда. Минимальный показатель – 10 сантиметров. На водоеме ТЭЦ-2 у берега лед достаточно прочный, но даже опытные рыбаки говорят, что обольщаться не стоит. На одном и том же водоеме, но на разных участках, лед может быть неравномерной толщины. С первой оттепелью на ровной белой поверхности то тут, то там выступают серые проталины. Опасные участки там дальше, где промывают косу подводную, но там вот опасные. Поэтому, выходя на лед в начале весны, нужно обязательно иметь с собой спасательные средства. Например, конец Александрова. Данное средство спасения можно изготовить самому из подручных средств. Легостью будет у нас мешочек, например, с песком и какие-то поплавки из пенопласта. Предсказать, сколько еще времени продержится ледовое покрытие, не может никто. Поэтому с каждым днем рыбалка на водоемах области становится все более экстремальным увлечением.